Книга «Открытым оком». Тема «Русский язык». Том 12. Вопрос. 2714. «Если нынешние люди не понимают богослужения, то как могли понимать в прошлые века? Или так и воображали, что что-то понимают в этой шифровке?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Многие и раньше уже понимали, что богослужение есть тайна, великая и неразгаданная. Умышленно создавали такую тайну, и на этом все только и строится и проигрывается». Цитата. «Учение о богослужении как предмет преподавания». В ряду всех предметов школьного обучения, учение о богослужении наиболее требует наглядно конкретного метода показательных уроков, своего рода экспериментов. Богослужение, душа религии, ее живое выражение наиболее трогающие сердца, изумительно крепко укореняющиеся в людях. Языческие обычаи, свято хранящиеся даже интеллигенции – несомненное доказательство этому. В православном богослужении общение с Богом, величайшее таинство Евхаристии, связующее человека с миром и горним. В богослужении красота, пластическая, жизненная и потому наиболее популярная. И рядом с этим приходится констатировать, что обучение этой науке в средней школе представляет сухую, безрадостную пустыню, в которой ни капли росы или освежающего душу благоухания. Так что иногда ни слова не поймешь. Жалуются на катехизис. Видно, не заглядывали никогда в книжки, трактующие о богослужении. В последнее время появилось еще несколько книжек. Думалось, в новых повеет духом иным. Но после этой надежды Лежегорше было разочаровываться. Ко мне подходят два малыша, гимназисты, третий классники, с книжкой о богослужении, с просьбой разъяснить им урок. Беру и каждый раз смущаюсь. Что же я стану объяснять им, когда здесь нечего объяснять? Все слишком просто, мертво для объяснений. Эти-то вопросы навели меня на предлагаемые размышления. Изумительно, прежде всего, расположение частей курса. Какая-то анатомия богослужения. Все схоластически расчленено до того, что становится нестерпимо больно от этой мелочной классификации, мучительной терминологии с еще более мучительными объяснениями. На своем месте, где данная принадлежность имеет употребление, она запомнилась бы красочно ярко. В реестре, какими начинаются книжки о богослужении, ярки только пояснения. Цитата. Храмы строятся в виде креста, круга, корабля, звезды. Укажите о законоучителе такие храмы, которые без натяжки подходили бы под эти символы. И ответьте на вопрос ребенка, какой вид имеет Казанский собор в Петрограде и что этот вид символизирует. Символы, символы. Какая глубина в символе реальном, действительно ощущаемом? Аль креста на тебе нет. Чай христианин тоже укоряет собрата наш крестьянин. И в этом такая глубина понимания символа. Но умножать символы, значит вводить чуть не кощунственный элемент в святыни. Амвон знаменует камень, отваленный от гроба, с которого ангел возвестил мироносицам о воскресении Иисуса Христа. А количество куполов на храмах, неужели в самом деле в этом тоже есть символ? Что же означает храм с двадцатью двумя или двадцатью четырьмя головами? О существовании коих могут узнать ученики? Да простит мне один из выдающихся и несомненно благоговейных литургистов, профессоров академии, что я вспоминаю его слова. Цитата. Такой авторитетный ученый, как профессор А.А. Дмитриевский, указывает на необходимость очищения нашего учения о богослужении от ненужных истолкований в символическом смысле того, что создавалось историческими условиями как случайность и имело в свое время исключительно практическое значение. Этим только углубится понимание подлинно символических элементов и самое понятие символа получит более серьезный характер. Все эти речи о принадлежностях богослужения напоминают мне тоже, как если бы кто вздумал ознакомить учащихся ранее знакомства с Пушкиным, с селом Михайловским, с царскосельским лицеем и тому подобное. Все это легко и сердечно запоминается, когда связывается с переживаниями, сопровождается живыми опытами. Иначе все сводится к каталогу, хотя бы и иллюстрированному. Конкретный характер часто пытаются придать учению о богослужении рисунками, таблицами. Напрасная затея. Все это принадлежности, а не суть. И потому души, содержание они не скрывают. И потому души, содержание они не скрывают. Душа в самом богослужении, совершаемом в храме. Удивительно, что и изложения богослужения новейшие книжки стали иллюстрировать картинками. Я допускаю даже, что это подлинно художественные картины, а не та безвкусная, чуть не кощунственная мазня, которая угощает наши школы издательства Сытина. Конечно, издатель ни при чем. Неужели можно картинку и что-то пояснить? Это не стихотворение, не рассказ, не драматическое произведение. Здесь все в самом акте, в духе его, непередаваемом никакими техническими способами. Надо показать в самом богослужении. Здесь новая трудность. Учение о богослужении расходится с практикой. В начале литургии поются не псалмы, а самое большее 5-7 стихов. Первый час обходится почти везде без псалмов. Богослужение должно влиять и на мысль, и на чувство. В нем должна быть идея и проникновенность. Ни того, ни другого чаще всего не бывает. Чтение никогда не сопровождается оттенками чувства. Не говоря уже о диаконстве, которому писан один закон, бесчинными воплями оглашать воздух, для чего и сами владыки протежируют только голосистым диаконом. Ни священники, ни псаломщики не знают чтения с оттенками чувства, не театральными, а проникновенными, в которых отразились бы, хотя такие основные элементы, как покаяние и смирение, дерзновение и хвала. Основные мотивы шестопсалмия. Прислушайтесь к молитве стоящих у входа в храм простецов, к их вздохам и воззваниям. Какая сила, какая настроенность. Прислушайтесь к южному, только не искалеченному. Слава Вышне к Богу! Вот воздыхание сердечное чтение. Пение только рельефнее выделяет манеру чтения. И еще обиднее отсутствие идейности в нашем сокращенном богослужении. Конечно, становится нестерпимо скучно, раз всегда слышится одно и то же, раз нет в молитве даже различия между праздником и воскресным днем. Вычитывая все шестопсалмия, все малые их теньи священнослужители с легкой душой опускают содержание данного дня. Стихиры, седальны, тропари канона. Ведь в этом физиономия праздничного, да и ежедневного богослужения. В нем смысл самого праздника. Обычай такого богослужения, вероятно, связан с теми временами, когда редкая церковь имела круг книг и приходилось довольствоваться следованную псалтырью, когда полуграмотные чтецы не в состоянии были читать незнакомый текст. Теперь чтец должен уметь читать. И потому весь передвижной состав богослужения должен быть выполняем везде. «Непонимание сути богослужения, как я уже однажды указывал в печати, доходит до того, что в состоянии великого четверга вычитываются все мал... Так, простите. «Непонимание сути богослужения, как я уже однажды указывал в печати, доходит до того, что в состоянии великого четверга вычитываются все малые ектеньи и опускаются песнопения триоди. После этого остается ждать вычеркивание триоди разве и из пасхальной утренни. Обычное учение о богослужении сводится к изучению порядка служб, перечню и чтению молитв. К этому присоединяется символическое истолкование. Непосредственный смысл молитв и обрядов в их связи вытесняется с крайнею скупостью. В нашем православном богослужении веками созданном не может не быть единства связности частей. Вот в этой-то связи и заключается жизненный дух молитвы общественной. По отношению к литургии отчасти этот смысл богослужения выясняется. История жизни Господа проходит перед глазами учащихся. Но и здесь страсть к символизму затемняет другой смысл совершения Евхаристии главный нерв литургии. Еще печальнее дело обстоит в отношении к вечернему и утреннему богослужению. Учащиеся знают, что Псалом предначинательный напоминает о творении мира, что священник, читающий светильничные молитвы, есть кающийся Адам, что кождение в начале всеночной изображает Духа Святого носившегося над бездною в дни творения, что открытые царские врата указывают на невинное райское состояние прародителей, а закрытие врат на грехопадение первых людей и на собственные грехи молящихся. Закрывающее для нас небо. Но непосредственный смысл Псалма, восторг души, созерцающий творения, не могущий кончить и снова принимающийся перечислять все эти дивные дела Господа, и этот неожиданный, но изумительный психологический заключительный аккорд да исчезнут грешники земли, а беззаконных да не будет более. Все это скрыто за символом. Напомним, что символ не простая аллегория, а многосмысленный образ, прежде всего значительный непосредственно и затем уже углубляющийся. равным образом мало кто из отцов законных учителей в литургии оттеняет эту важную сторону, что литургия верных действительно отлагает всякое житейское попечение, что ее иктиньи не похожи на иктиньи предыдущие, что между возгласами перед Евхаристией скрывается глубочайшая психологическая последовательность. В этом отношении закона учителя следовало бы принять в соображение все те приемы, которые рекомендуются для изучения произведений словесности. Есть значительное сходство между последними и богослужением. Их содержание постигается не только мыслью, но художественно-психологическим чутьем. сердцем. А сердце лишь при подготовке и связи воспринимает впечатление. Веселье не заразится сразу грустью. Голодный не разумеет сытого. В богослужении есть градация настроений, психологически построенных на особых законах гармонии. Подменить эту гармонию и ввести в нее учащихся подметить эту гармонию и ввести в нее учащихся дело огромной трудности и такой же важности. только таким образом можно не только показать богослужение, но и вложить любовь к нему и сознание его ценностей. Конечно, все это штрихи, наброски, все это может быть разработано в форме целой методики с точным указанием многих приемов, как дают методику художественного чтения. Необходимы также и соответствующие пособия, не картины, не планы, а извлечения из художественных произведений, иллюстрирующие молитву, раскрывающие силу ее и ее смысл. Можно ли лучше выяснить смысл чина православного погребения, чем с лечением этого чина сапухтинским реквиемом, в котором столько молитвенного и проникновенного понимания момента смерти. Нигде не сказывается так сухость современной постановки преподавания закона Божия, как в учении о богослужении. Здесь более всего поэзии, теплоты, жизни, богослужения, тела религии. Его легче всего показать осязательно. Вероучение, особенно в сжатом изложении, несомненно, оживить труднее. И сухость здесь не оттолкнет от веры, но черствое, бездушное преподавание богослужения налагает на всю жизнь отсутствие понимания православной молитвы. А ведь быть без молитвы значит быть без религии. И не от такого ли преподавания в духовной школе зависит то обстоятельство, что иные пастыри видят в богослужении не радость, не умиление, а нудный подвиг, вызываемый необходимостью. С.Т. Непонятно, что это. Мысль, 1915 год, страница... Статья, или полочки. Статья, мысль. 1915 год, страница 248-242. Неемий, 8.8. И читали из книги, из закона Божия внятно, и присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное. 1 Коринфянам, 14.11. Но если я не разумею значение слов, то я для говорящего чужестранец и говорящий для меня чужестранец. Когда молитва искренне идет, не по привычке топчемся привычно, тогда мы рвемся к Богу, и слова взахлеб, а не абы куда их сонно тычем. Бог Саваоф не дремлет присносущий, душою ощущаем и без доказательств. Сам Дух Святой молиться нас научит, как для полета растопырить пальцы. Под небом звездным, куполом ночным, величие Творца неизмеримо. Словами восхищенными почтим, эпитетов найдем весьма старинных. Круженье мыслей мелких без словес, да сгинет, да исчезнет безвозвратно. Борьба смертельная, рубеж проходит здесь, а сатанелый недруг прет на нас нахрапом. Молитвенное правило есть посох, неопытным в таинственных борениях, когда свои слова заносит косо, на каждой запятой лукавый кренит. У гроба близких временная зрица, отчетливой щита бездушных дел. Неузнаваемые, милые нам лица, под крышкой гробовой нашли всему предел. Сопровождаем мысленно ушедших, а так ли это там, не нам судить. Слезами внутренние слова мои прошепчем, не их, себя пытаясь подкрепить. Молитва посерьезнела в плену, в тюрьме злосчастному и при потерях лютых. К незримому, единственному льну, Бог утешает, гладит, нежно любит. Счастливейшему жребий дан молиться. Не по ветру нестись заброшенной пылинкой. Без веры смертным негде прислониться. Комарикам болтаться на паутине липкой. 2 апреля 2005 год. Игнатий Лапкин